Приветствую вас! Автосалоны всегда и во всем мире привлекали к себе особое внимание. Ведь на них автомобильные концерны могли представить общественности как свои новые разработки, так и концептуальные, а порой и футуристические автомобили. Не обошел стороной и автосалон Детройте в 1961 году, где американская компания Ford представила свое видение двухколесного автомобиля, устойчивость во время движения, которую придавал тот же самый маховик, который до этого в 1913 году применил на своем двухколесном автомобиле Петр Петрович Шуловский. Двухколесная изящная модель автомобиля, получившая название Герон, хоть с самого начала не планировалось выпускаться серийно, так как это всего лишь был концепт. Огромный интерес к себе он все-таки привлек. Внешний облик автомобиля, который был похож на фюзеляж шарикевного самолета, был разработан двумя дизайнерами, Сидом Миди и Макинли Томпсоном, и сделан из стеклопластика. Все несущие элементы были спрятаны внутри корпуса. Лишь два основных и два поддерживающих колеса, которые немного выглядывали внизу кузова машины, показывали, что она все-таки едет, а не парит над дорогой. Спереди украшал изящный радиатор, выполненный в стиле воздухозаборника-истребителя, а сзади его сопла. В довершении схожести с самолетом были выполнены своеобразные задние крылья. Фары и бампер, как таковые, отсутствовали совсем. Чтобы водителю и одному пассажиру попасть в салон, требовалось всего лишь откинуть полностью прозрачный верх назад и перешагнуть через боковину кузова. Внутри находилось два пластиковых кресла, которые были эффективными, но не анатомическими. Вместо привычного всем руля был установлен штурвал, как на самолете. А на приборной панели было только два индикатора. Индикатор скорости и датчик крена. Чтобы концепт сдвинулся с места, разработчики этой чудо-машины установили в передней части электродвигатель, который разгонял его до скорости 8 км в час. В задней части автомобиля вместо багажника было установлено то, что не давало упасть двухколесному автомобилю на бок. Это стабилизатор устойчивости в виде маховика диаметром 60 см, разработанный Алексом Тримулисом и питавшись от отдельного двигателя, и который вращался со скоростью 6000 оборотов в минуту. Когда маховик находился в состоянии покоя, машина поддерживалась двумя небольшими боковыми опорами, и лишь когда автомобиль двигался, опоры убирались. Но при всей футуристичности данный автомобиль не был лишен и недостатков, и большинство было связано с салоном. Чтобы сесть в кресло или встать с них, нужно было приложить немало усилий и сноровку. При откидывании назад верхом, в салон легко попадали осадки, и кресло быстро намокали, да и сам прозрачный верх быстро нагревался под палящим солнцем. Багажника для размещения вещей также не было. Немало проблем инженерам создавал процесс уборки и выпуски поддерживающих опор, узел управления которыми получился слишком сложным и ненадежным. Для 60-х годов прошлого века этот автомобиль стал поистине революционным с воплощением новых идей. Но, к сожалению, существование этого автомобиля оказалось коротким, так как в следующем 1963 году он сгорел при пожаре в Ротонде Форд. А если мой ролик вам понравился и был полезен, не забываем ставить лайк под этим видео. Также приветствуются ваши комментарии. Желаю вам всего хорошего. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok